Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 11 дурдик. Вчера как с вечера начался. Вот, потом к часам к пяти утра он прекратится, я надеюсь. А потом опять будет. Но это еще не все. У нас все будет хорошая погода. Так, чего тут у нас? Алиев подписал указ о введении военного положения в Азербайджане. Ну, сначала Армения, потом Азербайджан. В общем, там война полномасштабная. Войне, ребята, выигравших не бывает. Это гадость большая. Ну, что я вам скажу. МИД России призывает в сторону конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь. Ага, сами развязали. В Армении же войска расистей. Сами развязали, сами требуют немедленно прекратить. Но с себя. Прекращайте прям, да. Это как... Почему против Навального нет уголовного дела? Да на себя же и выйдут. В Гомеле против протестующих применились из-заточивых газ. Это Беларусь. Ну да, оружие не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. И из-заточивых газ. Число задержанных в ходе протеста в Беларуси приблизилось к 200. 27 сентября. Сегодня 28. Посмотрим, что сегодня будет. Сегодня рабочий день вообще. Понедельник. В Минске по требованию госорганов снизили скорость мобильного интернета. Ну да, черт возьми. Давит, давит. Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области. И самолет упал, по-моему, в речку прям, да? Да, в Волгу. Самолет удалось извлечь из воды. А пилоты погибли, да. Ну, двое там было. В Москве умер актер Никита Логинов. Такой он очень своеобразный. Видимо, вы его знаете, если смотрите кино. Да, стало плохо. Выходил из театра прямо на улице. И умер на месте происшествия. В 64-м году он родился. Молодой. Свою известность он получил благодаря своим ролям в фильмах «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент». Но я не смотрел уже их. Вскрытие установило причину смерти дочери Владимира Контина. И что? Умерла в результате вскрытия? Скончалась в результате утопления. А как же она могла скончаться в результате утопления, если ее еще привезли в больницу, она была адекватна, а потом бах и все. Да ну чушь какая-то. Утопление. А, еще. У нее нашли в сумке пробку и штопор. Ну, это ни о чем не говорит. Не знаю. Случайно победивший на выборах уборщица дала первое интервью. Прямо из леса, что ли? Прямо с дерева. Я поняла. За меня люди. Как же я откажусь? Ну, будет из нее. Фуф. Да. Мне тут прислались список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся. Первым делом она планирует построить запруду у села, чтобы дети купались. Да зима на носу. Ой, ребят, вот это все такая ерунда какая-то, а. Байден просит пока не утверждать кандидата в Верховный суд от Трампа. Ну, просить-то он может, но Трамп имеет право. Раз имеет право, значит утвердит. Да, вот ту самую, да. Ага. Вроде нас не боятся. Бывшие силовики поддержали Байдена. Ну, поддержали. Почти 500 бывших офицеров органов нацбезопасности США поддержали кандидатуру Байдена на пост президента. Они уверены, что Дональд Трамп не справляется с возложенной на него ответственностью. Особенно в столь тяжелые для страны времена. Интересно, что среди протестантов значительное число видных республиканцев. Да Трамп против республиканцев тоже борется. Думаете, он республиканец? Ха. Он просто примкнувший. А он вообще против всех борется. Вот он как просыпается с утра, начинает бороться. Через твиттер. Жителям Вильнюса раздадут йод на случай аварии на Белло-Эс. Да, ребята, что-то они нашли время запускать эту самую атомную станцию. Такая мера связана с близостью литовской столицы с белорусской АЭС, которая расположена в Гродненской области. На начальном этапе планируется выделить 2 миллиона таблеток. В Воронежской области ввели режим ЧАЭС в двух поселениях из-за пожара. Пожарчик, пожар. Ландшафтный пожар. Ну, кто-то костер поджег и... Под Волгоградом тушат 50 гектаров природного пожара. Ёлы-палы. Пострадавших нету. Так, ладно. Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек. Миллион, ребята, это много. В США больше всех 204 тысячи летальных исходов. Потом Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания на пятом месте. Да, нехорошо. Так. Устаревшие русские традиции, от которых давно пора отказаться. Это Рамблер нас развлекает. Ну-ка, ну-ка. Менять фамилию после брака незачем. А я считаю, есть зачем. Вот, ну, как хотите, да? Ну, ладно. Я не помню. У меня часть Джон меняла, часть не меняла. Устраивать застолье на каждый праздник. Ну, а чё с этим делать-то? Даже и без праздника. Соседи пришли застолье, застолье, ораву гостей. Это да. Разделять обязанности на мужские и женские. Долгие годы миллионы людей по всему миру жили с установкой о том, что уборка дома, стирка вещей и готовка – исключительно женская прерогатива. Бла-бла-бла и так далее. Я, знаете, всё хочу сказать. Да я вот, я умею делать многие женские, как говорится, вещи, готовлю и всё. И это не всегда хорошо. Жены начинают разбаловаться. Да, умеешь готовить? Ну, иди готовь. Ну, ладно. А потом это, вот у нас тут соседи, у них мужик сидит с детьми дома, а жена работает. Ну, я вот за ним наблюдаю уже года три, наверное. Во-первых, он растолстел страшно. А во-вторых, он странный стал. Вот бла-бла-бла, вот сейчас они часто на улице гуляют с детьми. Во-первых, дети орут бесперечно, постоянно. Вот. А во-вторых, он такой болтун. Вот, знаете, бывает женщина, бывает баба. Вот он как баба дурная. А бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Целый день, целый день. Ему не важно, с кем разговаривать. Главное разговаривать. Ну, вот так вот. Ладно, хорошо, высказался. Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени. В каком году Путин-то родился? Вот давай туда и как-нибудь это... Чтобы не было. Да. Не знаю, да фигня это всё. Нет путешествий во времени и не было никогда. Так, первая в мире. Россия первая в мире. Есть чем гордиться Россией. Первая в мире. Сосуд для святой воды, выполненный в виде подводной лодки. Нержавеющая сталь, длина ёмкости 2 метра, высота метр, водоизмещение подводной лодки, тонна воды. Никольский морской собор. О, да, ну вы поняли. Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента. Ну, он и хамил, естественно, он же хамло. Он хамло. Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России. Меня тут всё спрашивают, как вы думаете, доктор, будет у нас карантин или нет? Я говорю, да если его и не было никогда. Так как же он будет? Ну, карантин, это нужно деньги платить людям. Сидите дома будет. А меня опять спрашивают. А будут вот эти запреты, штрафы. Это будет, ребята. И это будет. Будете полной ложкой кушать. Так, а иммунолог-то что прогнозировал? Такого взлёта, как весной, не будет. Ага. Сейчас летит. Я ещё вот пока не знаю, что-то там по России. Ну, будет. В следующем ролике я вам расскажу. В Ростове жестоко расправились с автохамом. Жителям дома осточертел сосед, постоянно тестирующий свой автомобиль во дворе многоэтажки. Монтажную пену им в трубу. Да, ребят, ну это тоже, знаете. Это не выход. Он может подать в суд, если узнает, кто чё. Два мужчин сгорели в бане, не досмотрев за печью. В Татальстане. Да, сгорела и баня сгорела, и дом рядом случился. Но он тоже сгорел. И вообще всё там сгорело к чертям. Да, вот такие дела. А потом ещё парень прибежал, говорит, я там тоже был. И я тоже подгорел. Да, он сумел выпрыгнуть. Значит, трое. Прилепин предложил Армении войти в состав Российской Федерации. Всех, кто против отправлять посылкой в Турцию. Ну, вот есть такие вот идиоты. Он считается политик и писатель. Захар Прилепин. Какой-то он это, пьёт, наверное, мужик. Да, точно пьёт. В Кировской области дом провалился под землю. Вот так вот стоял-стоял дом. Раз, и яма. И дома нету. Да, нету дома. Провалился. И даже не говорят, как с людьми, чего, как. Наверное, на работе были, может быть. Нет. Откуда в деревне работа, да? 14-летняя девочка пострадала в ДТП на угнанной машине с подростком за рулём. Да, в Ростовской области 17-летний подросток взял машину у родителей, покатать девочку, не справился с управлением. И пассажирка 14 лет. Ему 17, ей 14 госпитализировали. Ну, живая осталась. В Аргентине обнаружили огромную партию наркотиков в грузовике с курами. Он чего? Случайно обнаружили. Куда везли-то? В российское посольство. Марихуана. Ах, марихуана. Нет, в посольство-то кукс возят. А марихуана, ну, не знаю. Может быть, тоже. Туда же. Вот интересно. Андрей Григорьев Аполлонов Провёл время с бывшими жёнами. Ну, знаете, Аполлоновы. А на небе тучи, а тучи, как люди. У неё две жены бывших. Вот, он отмечал... А, жена отмечала 47-й день рождения. И в честь чего устроила праздник. Позвала на мероприятие бывшего мужа и его бывшую супругу. И вот они гуляют во всём. У нас на скорой, я когда работал, один парень был, ну, шофёр, да. И вот две бывшие жены, как соберутся, напьются и начинают его лупить. А он маленький такой, хороший был пацан. Ну, может, он и сейчас живой, не знаю. В Петербурге вчера снова сожгли этот виттер. Более 230 килограммов санкционных сыров и мяса. 79 лет в эти дни начиналась блокада города, убившей голодом сотни тысяч людей. Да, мы сейчас много о войне узнаём нового. И вот насчёт Петербурга тоже. Волосы дыбом встают. Что этой блокады можно было избежать. Этой голодухи. О, это правда вчерашнее, но всё равно смешно. Сегодня Всемирный день контрацепции. Поздравляю всех российских пропагандистов с их профессиональным праздником. Вы поняли, да? Так, законопроект о возможности для россиян бесплатно подключать дома к газу и электричеству лежал в Госдуме 4 года. Когда законопроект дошёл до обсуждения, путинские депутаты из «Единой России» его отклонили. Вот так. Максим Мирович на твиттере. Так, друзья, в сегодняшнем посте показываю уникальные фото и рассказываю, как жила советская провинция в 61 году, когда Гагарин полетел в космос. Мне 5 лет было как раз. Дощатые дома, телеги с сеном, лошади, тотальная нищета и архаика. Это просто жизнь, да? А Гагарин полетел. А я, мы на Чукотке в это время были, 5 лет мне было. Ну, конечно. Какой там газ, какой там чё? Вот так, ребята. Опс, у меня всё. И вчера мы с женой записали ролик, в какие магазины США ходят новые русские американцы. Посмотрите в кусочек. Я на платный канал уже его закинул, но сейчас кусочек. Пока. С вами доктор Влад. 4, 5, пошло. Здравствуйте. Это воскресенье. Таня и Володя. И Таню я сегодня попросил рассказать вот на какую тему. Вот приезжает, например, кто-то из России или из Украины, не важно, в Америку, да? На постоянное место жительства. Ну, может быть, даже на временное место жительства. И вот в какой магазин идти? Здесь магазинов очень много, самых разнообразных. Сегодня речь пойдёт не о продуктах, о продуктах уже много сказано, а вот, скажем, промтовары, там, ну, одежда, игрушки, я не знаю, и лекарства. Вот две вещи, которые обязательно понадобятся новым американцам. Таня, что ты можешь сказать по этому поводу? В нашем штате, ну, и вообще по Америке, если можно. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 27 сентября. Уже первый месяц осени заканчивается. Время просто летит с катастрофической скоростью. Ну, хорошо, ладно. Значит, ну, первый момент такой. В какой бы город вы ни приехали, не надо ни в коем случае ходить в магазины, в те магазины, которые находятся в центре города. Потому что в центре каждого города самые дорогие цены и на продукты, и на промтовары, и на всё остальное. Вплоть до воды, мыла и самых необходимых принадлежностей. В Москве тоже... Поэтому надо стараться где-то идти... На окраины? Ну, не совсем на окраины, но где-то, в общем, в какие-то... В какие-то саборбы, ну... Пригороды. Пригороды. Ну, и селиться тоже, в принципе, надо в пригороде, потому что в центре города там всё очень-очень дорогое жильё. Вот. Но тут немножко другой момент. Зато в городе ходит общественный транспорт, вот. А в пригородах его, как правило, нету. Ну, как у нас есть... Ну, в некоторых пригородах, которые ближе к городу, к центру города находятся, там тоже есть общественный транспорт. Я имею в виду автобусы. Вот. Ну, для начала, для начала, конечно, нужно... Насчёт лекарств. Лекарства старайтесь привозить с собой на длительное время. Это те лекарства, которые выдаются только по рецепту врача. Например, антибиотики или какие-то специальные лекарства, если у кого-то там диабет, там повышенное давление или что-то. Потому что здесь эти лекарства вы за деньги ни в одной аптеке не купите, ни за какие деньги, потому что это даёт только по рецептам и только по рецептам американских врачей. Вот. Кроме того, кроме того, они... Если у вас нет медицинской страховки американской, они стоят... Даже по рецепту врача они стоят очень больших денег. Не просто больших, а очень больших. Поэтому старайтесь привезти с собой лекарства, запасы лекарств. Ну, в принципе, лекарства можно с собой провозить, и желательно, конечно, если вы привозите его побольше, его надо провозить не в ручной кладе, а запаковывать и класть в чемодан, который сдаётся в багаж. И справочку были. Вот. В принципе, в принципе, они из чемоданов лекарства не запирают при досмотре. Я даже, уже живя здесь, ездив в отпуск туда, на бывшую свою родину, я привозила очень много всяких разных лекарств. Ни разу? Ну, у меня на границе никто ничего не забирал, несмотря на то, что багаж досматривали, а я знал, что багаж был досмотрен, потому что они, когда досматривают багаж, они там оставляют такую внутри справку, что багаж был досмотрен. Вот. Но лекарства никто никогда не трогал. Это святое. Вот. Ну, хорошо, ладно, это так, насчёт лекарств. Теперь здесь. Если вы здесь покупаете даже вот какие-то лекарства, которые здесь называются over the counter, то есть те лекарства, которые даются без рецепта врача, вот, то лучше их покупать в магазине Walmart. Walmart – это сеть магазинов по всей Америке. Там, во-первых, самые дешёвые продукты, там дешёвая одежда и обувь. Вот. И там есть абсолютно всё, и там лекарства нам лекарства намного дешевле. Есть очень распространённая по всей Америке, ещё открытая в 19 веке сеть так называемых аптек-магазинов под названием Walgreens. Вот. Там, конечно, есть всё, но там, ну, всё, что там есть, это там, оно раза в три дороже, чем в Walmart. Даже элементарные там шампуни, мыло, и там какие-то обезболивающие, какие-то капли для глаз, для ушей, для носа там, или сироп от кашля, или ещё что-то. Это всё лучше покупать в Walmart. Ты пояснишь, что Walgreens – это не просто аптека, это, ну, как бы, магазин, там вообще всё есть, включая еду. Ну, да, всего понемножку, но там, но там всё очень дорого, да. И они по всей Америке. Да, они по всей Америке, но там всё очень дорого. Вот. Так что самый номер один – это, конечно, Walmart. Ну, есть многие другие магазины, где насчёт одежды и обуви, например, может быть, она получше, чем в Walmart, и не может быть, а точно. Вот. Но там, в этих других магазинах, там нужно нападать просто либо на сезонные распродажи, либо на распродажи каким-то праздникам, потому что, если это в другое время, то там всё очень, опять же, всё очень-очень дорого. Ты поясни, Таня, что просто там никто ничего не покупает. Обязательно? Да, поэтому люди здесь, цену ещё. Поэтому люди здесь что? Люди здесь очень смотрят на рекламные всякие проспекты, брошюры, которые здесь в огромном количестве, бесплатно, везде лежат и по почте домой присылаются. при входе в магазин. И при входе в магазин лежат, и там есть всякие купоны, талоны и так далее, и так далее, и так далее, со всякими скидками. Аминь.